Всем привет, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня будем говорить, что нам делать со слизнями. Когда-то мы рассуждали, я там была за то, чтобы вот они там типа не такие уж и опасные. Сегодня я не буду за это агитировать, хотя напомню, что слизни это все-таки часть экосистемы, и без них не было бы полной утилизации различных растительных остатков. Но это ладно, ставим в прошлом, и все-таки слизни представляют собой большую опасность как для урожая, так и для человека и для других животных, которые их все-таки некоторые поедают. Почему? Потому что они, как оказалось, являются переносчиками различных болезней. Но мы сейчас не об этом. Я хочу с вами поговорить на тему такую, что миф или реальность на самом деле, помогают ли растения в борьбе со слизнями, затем какие растения все-таки есть и могут оказать нам помощь в этой борьбе, ну и, конечно же, дать пару рецептов, с помощью которых мы реально сможем, по крайней мере, снизить численность слизней на своем участке. Можно, конечно, бороться с ними рукопашную собирать, можно забросать их различными там листьями, кто-то там капусту раскладывает, капустные листья, салатные листья, то, что они любят. А любят они такое все сочное, жирное, сладенькое, вкусненькое. Ну, так себе будет история. И тогда мне тоже забавляют такие рекомендации, когда надо по периметру грядок, а если это ландшафтный дизайн, насыпать скорлупу или там битое что-нибудь, шифер там какой-нибудь, кирпичи. Ну, так себе история, так себе красота получается. Затем еще такое то, что немножко улыбает, это когда называют фитоконтроль и говорят, по периметру участка надо прокопать канавки, у них там тоже что-то наполнить. И думаю, а надо ли мне настолько бороться со слизнями, чтобы еще обкапывать периметр своего участка. Это уже как-то какая-то военная операция звучит. Затем тоже по периметру участка надо посадить те растения, которые слизни не любят, а среди них те, у которых опушенные листья, либо листья глянцевые, покрытые восковым налетом. И, например, говорят, что это чистец подойдет сюда, потом цинерярия приморская, и вокруг грядок тоже такие ограждения, и всякие там мяты посадить. И думаю, тоже себе история. Но не очень-то я хочу жить в кустах полыни, мяты, которая снова же является агрессивной, и многие пряно-ароматические растения, они являются достаточно агрессивными, то есть расползаются. Мы тоже с вами об этом уже знаем. Поэтому такие истории немножко улыбают. Из чудного, как бы, но официального и научного, я встречалась с такой информацией о том, что на этот раз уже американские ученые из департамента сельского хозяйства, они аж проводили исследования по поводу вытяжки кофеина, раствора кофеина, и там даже процентная концентрация определили о том, что кофеин плохо влияет на слизни. В концентрации 1-2% он просто их убивает, но при этом, правда, и желтеют листья у культурных растений. А в концентрации 0,1% ну вот они там типа сердцебиение у них наступает, тахикардия, и они вот ходят такие там не совсем вменяемые, но тоже как бы мера борьбы. Вот как бы так. И для того, чтобы это проэкспериментировать, надо всего лишь на обычную чашку кофейную положить не одну-две ложки кофе растворимого, а четыре бахнуть. Ну и проверить, короче. То есть экспериментальным путем можно проверить, как кофе воздействует на слизни, ну и на растения в том числе. А затем дальше больше. Там уже в течение нескольких лет целая группа международных ученых, Ирландия, Чили, Испания, они проводили исследование на кофейной гуще. Столько-то месяцев они там ее, ну что-то ферментировали, наверное, кофейную эту гущу, наверное, со свежемолотого кофе. И снова же там были опыты над томатами, редисом, наверное, и определили, что вот 7-8 месячная кофейная гуща, она на растения практически не влияет, а на слизни очень даже влияет. Только не знаю, там они засыпали или вытяжку делали, но тем не менее, ребята, это же все-таки вот исследования такие провелись, и получился такой результат. Ну, если все-таки обратиться снова же к науке, то еще в 70-х годах прошлого века группа ученых задалась вопросом, а сколько есть растений, которые в самом деле являются инфектицидными, потому что есть растения фитонцидные, это те, которые испаряют из себя какие-то вещества различного химического состава, это не только эфирные масла могут быть, и таким образом влияют и на насекомых, в том числе и на слизни, и на соседние растения влияют, например, гвоздика влияет на другие растения в букете, точно как хризантема влияет на другие растения в букете. Полынь влияет на прорастание некоторых семян, рядом с полынью не любят расти там тоже определенные растения, то есть вот эти фитонцидные растения, да, эта группа доказанная, она есть, а есть инфектицидные, и вот они и определили, что и описали 3000 видов растений, которые являются инфектицидными, и 2000 из них токсичны для насекомых, поэтому все это как бы научно обоснованно, исследованы эти вещества, и да, ну и давайте теперь все-таки определяться, какие мы будем использовать растения для борьбы со слизнями. Ну, во-первых, все это время, пока ученые искали себе задачи такие ставили и решали их, народ так само не спал у шапку, и за столетие, тысячелетие огородничества много растений мы применяем без дополнительных исследований, это, например, и чеснок, и лук, и тысячелистник, и полынь, и мы знаем и используем эти растения, тот же чистотел. Хочу обратить ваше внимание, что есть растения, кроме этого, еще ядовитые, про них я распространяться сильно сегодня углубляться не буду, они, конечно, очень эффективные, но с ними надо работать и самому человеку быть, во-первых, защищенным, работать с понятием и отдавать себе отчет, что это растения, которые могут привести к серьезным последствиям, и, конечно, их дозировка там уже рассчитывается специально в борьбе с разными предидателями, в том числе со слизнями, и, ну, в чем их преимущество, в том, что дозировка, надо брать ее меньше, потому что работает она сильнее. Какие же это все-таки растения приближаемся? Всем известные, которые нас окружают, сплошь и рядом, ничего диковинного нету, всем известная настурция, крокосмия, как ни странно, аквилегия, базилик, то есть все пряноароматические, в подавляющем своем большинстве, рябчик, некоторые еще говорят, вспомнила из смешного, что надо насадить много рябчика, потому что у него отвратительный запах, и не только там слизни уйдут, мыши уйдут, я думаю, что если насадить много рябчика, так и сам там ходить не будешь, потому что запах у рябчика, ну, я извиняюсь, не всякий вынесет. Затем петрушка, вот где растет петрушка, не наблюдаются слизни, она вроде бы и не сильно ароматная, когда проходишь мимо, но оказывает такой эффект. Затем котовник, шалфей, что мы еще вспомним, чабер садовый, тимьян, душицы. Конечно, вы знаете про такие средства, как молотый порошок горчицы, перец красный острый, чили, табачная пыль, и, допустим, вот такими толченными препаратами, сделанными из сухих веществ, можно даже опудривать какие-то места, там, где ваши грядки, с теми растениями, на которые очень нападают слизни. Можно приготовить настои. Из известного и действенного – это чеснок. Ну, мне жалко сейчас на камеру взять полкило чеснока, но есть такой реальный действенный рецепт, когда берется полкилограмма чеснока, не надо его там крутить на мясорубку, можно просто размять, растолочь любым удобным способом, чтобы не затруднять себе все эти действия, и на 10 литров воды. Не надо запаривать, просто заливается водой комнатной температуры, оставляется на сутки, и на следующий день берется 300 мл этого раствора на 10-литровую лейку, и таким образом проливаются либо растения, которые мы хотим защитить, либо проливаются места, те, где мы хотим сделать такую естественную преграду. Во-первых, чеснок – и танцидное растение, и инсектицидное растение, и имеет определенный горький привкус, поэтому слизням это очень-очень не понравится. Можно пускать в ход все, можно не только вот эти зубки, которые, я говорю, что мне стало жалко, можно даже, вот смотрите, когда во время созревания чеснока собирались стрелки, и если их потом не использовать, получаются вот такие вот воздушные луковички. И вы знаете, что я придумала? Что очень замечательно? Вот так вот делаешь, тирушишь, потом выдуваешь шелуху, даже если все не отстало, и ладно, и вот эта вот прелесть чесночная, посыпаешь любой салатик, либо в любое тушеное блюдо, и это так замечательно работает, рекомендую. Так что, может быть, тоже пожалеть это, пускать на средства борьбы со слизнями, а лучше засыпать это куда-нибудь в салатик. И так вот представим, что салатик сыпешь, и оно замечательно. Если есть где-то такая шелушинка, так она еще и классно поработает в организме, там что-нибудь прочистит своей клетчаткой. Дальше рецепт, который еще один с чесноком, можно взять всего лишь 50-100 грамм чеснока, и снова же на эти 10 литров, и тогда уже не надо разбавлять. После того, как сутки настоится, наливаем леечку, и поливаем наше растение. Полынь. Здесь у меня полынь, аж но трех видов. Это полынь настоящая, такая лечебная полынь, с очень удивительным ароматом. Это полынь, которая стварная полынь, или еще какая-то полынь. Сама даже не знаю точно, какой это вид. То, что полынь, так это точно. Берем полынь, и в отношении один к одному, то есть если литр воды, то берем такой же объем полыни. Крышим в банку и запариваем. Через день мы все это сливаем и разбавляем в соотношении один к пяти. Получается тоже очень эффективное средство. Процеживаем и опрыскиваем наши посадки, либо можно и по почве. Затем можно и другой рецепт с полынью. Когда ее у вас много где-то насобирали, то берется один килограмм полыни в ведро воды, топчем туда. Хорошо ее перед использованием вот так вот подвялись. Ну, назовем это подферментировать. Пусть она полежит пару дней, для того, чтобы там увеличивалось количество веществ, которые будут влиять на состав нашей вытяжки. И поливаем. Этим раствором уже не разбавляем. Тысячелистник. Тысячелистник тоже обладает инсектицидными свойствами и фитонцидными свойствами. Точно как и чеснок, и как полынь. Его берется, надо много постараться насобирать, грамм 800, килограмм сырого сырья, хорошо, что сырого, и тоже на 10 литров. И здесь уже тысячелистник нам надо запарить. Запарить, пусть не кипятком, но достаточно горячей водой. Оставляем на пару часов. Можно сделать в меньшей емкости, а когда вот оно настоится, добавить уже воды, довести до 10 литров. И таким раствором потом проливать. Во-первых, невероятная горечь. Во-вторых, различные вещества, которые будут снижать популяцию слизней. Хотела сказать, наших слизней, не наши слизней. Ромашка. Ромашку можно взять готовую аптечную, измельчить ее на кофемолке, сделать такой порошок и опудрить какие-то по периметру посадки. Либо взять ромашку такую, 200 грамм настоять в литровой банке, или там уже в пропорции до 10 литров, смотря у кого какие масштабы, и таким образом проливать. Если есть у вас в огороде перетрум, перетрум будет вообще за счет того, что в его составе есть такое вещество перетрин, которое используется и промышленно. Это вещество обладает инфекцизными свойствами. Думаю, каким-нибудь образом, если увеличить концентрацию раствора, оно повлияет и на слизни. К тому же оно тоже содержит горечи, которые слизням не нравятся. Что еще не понравится слизням? Чтобы ваш участок не был захламлен, чтобы не было тех мест, где в тени сохраняются какие-то залежи старых ненужных вещей, предметов. И в свое время направляется прополки, прореживание. Ну и все эти растения, я думаю, придут нам на помощь в борьбе со слизнями. Да, кто-то скажет, возиться с этой травой, лучше взять какой-то химический препарат. Другие скажут, ну а вот всем известный сейчас такой препарат против слизней. Ну там бывают разные торговые названия. И типа он органического происхождения. Много веществ органического происхождения, которые являются ядами. В принципе, все яд лишь дело в дозе. Можно и клубникой отравиться, как я говорю. В этих препаратах, значит, вернее, в препаратах содержится вещество, которое называется метальдегид, имеет органическую основу. Ну и в некоторых странах зарубежных он уже запрещен. Потому что, конечно, производители говорят, совершенно безвредное. А на самом деле, конечно же, оно вредное. Потому что с осторожностью, если есть животные, если есть там полезные всякие насекомые, если есть дети, и в составе его добавлено еще вещество, которое обладает высочайшей степенью горечи, битрикс, кажется, называется. Поэтому ничего хорошего в этом нет. Ну, кому лень заниматься народными, так сказать, средствами, хотя это подтверждено научными исследованиями, то можете посыпать химические вещества, но только возле декоративных растений, те, которые не употребляются в пищу. В принципе, я вам рассказала все, что я хотела про борьбу со слизнями. Растений в самом деле достаточно много. И даже имея вот такой минимальный арсенал, можно попробовать вооружиться и испытать их на деле на своих участках. Не забывайте о том, что можно какие-то растения приобрести в наших магазинах, в магазинах процветка, которые и интернет-магазин, и на улице Куйбышева, и на улице Кирова, те же тысячелистники, потому что даже сортовые тысячелистники все равно, ведь генетически это тысячелистник, либо ромашка, либо тот же перетрум, либо декоративные полыни, а слизни, они не любят, когда такие растения присутствуют на участке, и они избегают этих мест. Поэтому, конечно, когда я улыбалась о том, что периметр обсадить полыню, но где-то какие-то вкрапления в ваших цветниках сделать, смотришь, слизень и запутается. Поэтому добро пожаловать в наши магазины, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова